итак мы в эфире здравствуйте уважаемые слушатели глобальная волна начинает новую неделю и студии tesla hot с вами сергей снисаренко сегодня у нас интересная тема может носить глубокий характер выходные я стал свидетелем одного очень интересного спора хотел поделиться с вами и дать свою оценку вы можете тоже поучаствовать в этом разговоре и так речь пойдет о событиях исторических которые случились не так давно вот но уже как-то подзабылись речь идет о свержении муамара каддафи и лидера ливийской революции лидера государства ливия который сейчас находится состоянии непонятно где непонятно как и что там происходит неизвестно вообще почему же все-таки свергли каддафи и предали его смерть есть две версии которые будут участники диалога обсуждать версия 1 причина убийства каддафи было то что хотел ввести золотой динамо версия 2 это то что каддафи шантажировал сарказий сарказий это был лидер франции на тот момент президент франции и так вот что участники спора вкладывали в суть своих утверждений и а что золотой динар являлся угрозой системе финансовой которая строится на американском долларе и приводился пример того что нечто подобное пытался ввести или провозгласила в день золотого динара саддам хусейн лидер ирака который тоже был убит казнен если все-таки саддама хусейна казнили по суду то есть был суд который вынес смертный приговор и приговор был приведен в исполнении по муаммара каддафи казнили просто судом линчить ну не важно золотой динар давайте порассуждаем а как вообще золотой динар мог повлиять на стабильность долларовой экономики значит мы должны понимать что доллара экономика строится на следующем фундаменте первое все практически валюты являются квази валютами являются придатками доллара которые вводятся в обращении лишь по одной простой причине по балансу торговых операций если вы продали что-то да и медиа положительный баланс случае вы иметь право на печатать в этом объеме свою валюту фактически реальной основы доллара дань это является торговый баланс торговых операций данном случае для чего вводится квази валюта может было заменить все долларов до валюта будет столько по одной простой причине что происходит перераспределение дохода от эмиссии то есть если соединенные штаты америки кому-то дают право напечатать свою валюту то это значит они дают им право на доход от эмиссии своей валюты ну это вот такой вот нюанс золото динар если бы его каддафи ввел чтобы являлся основанием ее людей вообще золото девизный стандарт он очень интересен чем что он подобен кредит на кредитные финансовые политики которые ведут банки сейчас то есть в данном случае должен быть обеспечен денежный ресурс неким эквивалентом то есть в данном случае золото значит маммар каддафи вызвал страну которая не имела небольшого населения там 20 миллионов человек которая являлась государством одним из крупнейших производителей без добытчиков нефти но естественно и ясно будет нефть продавала до рубеж то есть фактически в данном случае продаж нефть он получал доллары и мог спокойно их реализовать на рынке на любые товары чем причина ну скажем отсутствие интереса к этому вопросу зачем нужен золотой динар для того чтобы золотой динар ввести нужно было иметь золотой запас но если от того что ты имеешь доллары собственно говоря приобрести золото наверно не представляется труда так как в данном случае при уровне государственным поменять доллары на золото наверное не представляется большой трудностью так что могло в данном случае иметь такие выгоды введения золотой динар ведь по сути дела вы могли бы в линии была своя валюта и можно было просто объявить о том что вы начинаете продавать нефть до свою валюту и тогда в данном случае страны импортеры должны были в банке ливийском разместить свои долларовые обязательства или там своих стран обязательства деньги которые принимались банком для того чтобы купить ливийскую валюту да для того чтобы обеспечить сделки по привлечению в общем-то схема та же самая но только золото здесь являлась лишних инструментов оно не несло в себе никакого дополнительного преимущества наоборот только ухудшало торговый оборот то есть необходимо было заплатить за золото реальный ресурс тому кто его имеет это же самая ситуация когда если кто помнит советском союзе когда была социалистическая система и возник дисбаланс торговли между советским союзом и странами соцлагеря то возникла проблема нарушение баланса то есть стою стал должен привет ярослав 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 старухи вот техническим заданием вот он подключится потихонечку трансляции и так продолжаем то произошло в советском союзе на прошел нарушение баланса советский союз был должен за товар и которые он поставлял должен был денежный средств так как этот баланс поддерживался поставками энергоресурсов то поставлялись эти энергоресурсы по специальным ценам цены которые формировались расчетным образом а на рынке в это время пришло падение цен и получалась такая ситуация что советский союз продавал нефть социалистическим странам по цене дороже чем они могли бы купить на рынке и тогда они стали требовать что раз вы нам должны а покрыть эту сумму нечего то тогда давайте будем переходить на скв кто не помнит свободных коронтированного валюты на доллар сша и все переговоры и горбачев специально ездил все там занимались этим вопросом никак не могли утрясти этот вопрос и в конце концов горбачев сказал о том что ну давайте будем переходить на скв и посмотрим кому от этого будет лучше им или на и за кадром остался вообще очень интересный вопрос но как можно переходить на торговлю в скв двум президентам который тскв не имеет для того чтобы получить скв то есть доллар надо было что-то в долларовую зону продать не продать а вообще отдать для того чтобы получить деньги для обеспечения торговли вообще ситуация тупая я не знаю не могло быть чтобы люди этого не понимали чина была наверно в другом то есть таким образом что мы получили мы получили полностью паралич торговли переход переход для торговли в скв можно было суть только в том случае бесит скв имелось а для того чтобы он имелось нужно было отдать ресурс для того чтобы создать фонд это скв в общем прошло как должно было произойти произошел паралич торговли между социалистическими странами что и ускорило гибели социалистической системы и так признак света чтобы муамар каддафи в данном случае добился введением золотого динара что произошло ну ввел он золотой динар принимается решение исключить ли из торговых партнеров основных потребителей нефти и ливия просто бы превратилась страну изгоя который бы ныла нефть но ее нет туда было некому продать даже самая ситуация была как сыра ну последствия соответствующие бы не знаю что ливия могла опереться на две силы до которые и бы могли противодействовать помогать в противодействии этому эмбарго это отношение с россией и это отношение с арабским миром но вот отношения с арабским миром которым руководить практически саудовская аравия это самое богато арабское государство это государство центр религиозный арабского мира мусульманского мира вообще в общем находится полностью под управлением союз штатах америки хотя бы то что все свои финансовый арест они хранят в долларах сша в обязательствах очистки и поэтому им двигаться в направлении против просто невозможно как бы не хотели да они пытаются против свою политику находятся полочью в фарватере модулирование политикой союз штатов америки таким образом зачем же каддафи собирался вводить золотой динар какая была причина которую он прояснил но которая никак не объясняет золотой динар является причиной того что он ее исключает из американской политики кроме того что еще интересно было что непосредственно неизвергательными каддафи явились из соединенных штатов америки хотя можно сказать что не могли стоять за кулисами и руководить всем процессом основными участниками процесса разрушения левиз государства и убийства каддафи являлись европейские державы франции англия в основе и так значит этот момент не является основным какой-то момент был другой вторая сторона говорил о том что на выборную кампанию французского президента а именно лично саркази муамар каддафи пожертвовал большие средства и таким образом пытался чего-то добиться чего-то шантажировал ну а шантажистами естественно поступает соответствующим образом вопрос понятен он на поверхность но был даже выступление сына каддафи о том как они финансировали саркази это все вопрос уже пиар войны когда ушла война физическая сейчас чем он мог шантажировать саркази дело в том что управление во всех странах практически не является имперским является республикант с президентское правление не предполагает нахождение власть вещь этому донсу саркази был срок его закончится он ушел чем же мог шантажировать каддафи саркази собственно говоря шантаж проявился тогда когда уже каддафи почувствовал что он теряет свою основу свою поддержку качестве страны мусульманского мира и в качестве страны который поддержит россии потому что в конечном итоге мы увидели что россия отказалась поддерживать когда в помните медведев сказал что когда фистал не рукопожатыми так вот что мы можем сказать автор как бы это тезис а не проснил свою позицию почему чем чем причина что шантажировал какой ресурс шантажировал саркази муаммар кадаффи вот эта ситуация осталась за кадром значит была еще какая-то причина которую спорщики или обсуждающие эту тему не затронули которая вела с тем краеугольным камнем который перевесил все решения все события в пользу именно вот такой развязки чтобы это могло быть вообще вот я обдумал эту тему действительно что могло бы быть вообще что могло напугать ведь обратить внимание ливийская война привела к тому что она дальше стала развиваться по всему арабскому миру и то что в сирии сейчас происходит это тоже является своего рода следствие ливийского кризиса вот какая причина была ведь смотрите внимательно после вот этих всех событий началось нашествие беженцев арабского мира в европу и в америку в европу и до сих пор все это обсуждает но неужели не было понятно изначально что это приводит тому при развалине социальных институтов и государственных институтов пройдет огромная лимпинизация населения который будет стремиться что сделать каким-то образом покинуть регионы которые становятся для жизни уже непригодны вот очень интересный момент в этом вопросе нужно подсказать следующий момент первое что люди когда начинают покидать свою территорию территорию сообычного проживания в другую страну они переводят свои средства валюту другого государства куда они собираются перейти фактически до бежитом что момент этого кризиса начался переток капитала из вот этих регионов где начинается дестабилизация переток капитала в другие регионы где стабилизация становится повыше то есть но где наоборот стабилизация стабилизации существует но можно с этим согласиться потому что фактически вся политика управляемого хаоса и штатов америки она как раз сводится к тому чтобы поддерживать дестабилизацию в окружающем районе а самим является бастионом стабильность и в результате происходит переток капитала вы можете его туда выбрасывать а потом он возвращается обратно искусственным образом поддерживать системность своего характера нивелируя ошибки или скажем перераспределять свою пользу итоги оборота капитала вот с этим можно было согласиться бы если бы оливия допустим было соизмерима с китаем то есть когда вы могли получить существенный прирост в связи с тем что ливия совершенно мизерную долю в общем разделение труда в экономике мировую то действие такого рода они конечно я прав ничем нельзя оправдать и такое срочное уже они все кипели выключили наказать когда непонятно за что там даже этот лозунг а демократия так сказать он как-то даже вообще и не сказал что-то было другое что было за всей этой риторикой и сейчас попробуем этот вопрос светить это знак значит небольшая техническая трудность и так я поэтому максимально подвинул туда чтобы давайте обратим внимание на следующий факт месторождение нефти транспортная инфраструктура портовая инфраструктура не подверглась разрушения но это естественно да потому что те люди которые владели этим оборотом были не были заинтересованы в разрушение их данном случае пугал только каддафи ну что подверглась разрушение подверглась разрушением одна система в свое время каддафи ну став на ноги до убили я получил довольно высокий статус высокий уровень жизни за счет своих нефтенебогат и проводя геолога разве что работа обнаружили глубине сирии а фактически 98 процентов территории сирии это и не лисой ливии пустыня сахара то обнаружили огромное водное море пресное пресное море иногда возник план очень интересный план создание рукотворного мила то происходит пробурили скважины сделали большие резервуары хранилища и потом сделали все гидротехнические сооружения которые эту воду повело из глубины ливии морскому побережью а вокруг это рукотворной реки должны были быть созданы крупнейшие в африке сельскохозяйственные производства но по сути дела если у вас есть средства есть технические возможности они существуют все технологии сельскохозяйственные они не запретные они спокойны могут приобретаться и специалисты то есть организовать эффективное или пользование на территории свободной да вот конкуренции внутри очень просто представьте себе в пустыне возникает рукотворная река и с помощью современных технологий гидропоники то есть за гидрокамельного уведения воды не капельного полива там искусственные почвы может впечатлять их но но зато естественное природное солнце да зато естественно функцию как раз стимулятор этого реактора холодного ядерного синтеза который протекает в растениях и вот фактически да возникала ситуация когда северной африке то есть центре средиземноморья возникает анклав который может пользоваться дешевым человеческим ресурсом а какой дешевый человеческий ресурс в данном случае у нас мусульманский регион это один из регионов где имеется огромное количество ресурсов которые более-менее способны так как они ими обладают определенными качествами грамотности до которые способны очень быстро перетекать по мусульманскому миру и быть привод приложены к вот к работе вот как например в том же арабских эмиратах основная рабочая сила составляют рабочие мусульмане из индии и пакистан на сегодняшний момент это один из этих регионов где имеет избыточная рабочая сила которая ему перемещается по мусульманскому миру вот в ливии могла возникнуть такая ситуация когда ребенок превратился кроме того что он является производителем нефти он бы превратился в источник производства дешевая сельскохозяйственной продукции в огромном количестве и первым первой жертвой этого бы стало это бы стала его то есть сельскохозяйственный бизнес европы который непосредственно поддерживается датируется за счет государства то есть кто у нас самая серьезная сельскохозяйственная страна европы это франция и понятно что в данном случае первой жертвой сельскохозяйственного бизнеса в европе могла стать франция вот хотели бы или бы не хотели бы французы да но могла сложиться ситуация в среднаморском рынке что сельское хозяйство европы стал бы под угрозу а это между прочим огромное количество собственников полусобственников которые поддержит стабильность среднего класса европе и основой является торгово внутри странного оборота то есть именно той цепочки которая идет промышленно сельское хозяйство и вот здесь конечно для стабильности европейских рынков наступала очень интересное явление то есть могло случиться так как только а ведь это очень быстро происходит по сути дела засеять территорию до продукции при умелой организации можете ни одного двух лет больших масштабов если все организовать вот такие возможно такие возможности уже показал сельский союз например при плановой организации перестройки хозяйств когда из одной сферы люди переходили другую сферу защитные месяц года тем более поэтому а растения что-то меня там сахаре можно и наверно видите в магазинах там появилась египетская картошка за 40 рублей что такое это и уже привезли из египта и продают в рознице за 40 рублей ставьте себе что-то такое ситуация заключается в том что в европе могла быть точно такая ситуация поэтому стабильность данном случае которая жизнится на сельхозпродукции которая поддерживается непосредственно государством регулирования вот именно вот этот рынок подвергался серьезной опасности поэтому первое что было сделано были разбомблены гидротехнические сооружения вот у них не нефтяные не какие-то другие а именно гидротехнические сооружения были разбомблены каналы гидроузлы резервуары скважину так далее все это разрушили по сути дела непосредственно паника а это реально было видно как паника людей которые управляли странами европы особенно франции то выдает нам истинную причину страха потому что в данном случае ливии остановясь сельхозпродукции производителя обретала внутренний потенциал устойчивость от рынка но если нет то сельское хозяйство а сельскохозяйственные цены на сельхозпродукты поддерживать государством потому что главная стабильность это еда и поэтому вот здесь вот это был главным камнем преткновения все остальное могло быть поводами а вот это был основной момент почему нужно было убить каддафи потому что он являлся носителем идеи которую можно было воплощать везде на сегодняшний момент воплощение этой идеи служит египет где протекает крупнейшая река в мире при правильное ее использование египет может засыпать свои симпозпродукции обеспечить только себя окружающие страны сирия очень интересный момент это одна из крупнейших региона азиатского это и фрак практически фрак рассекает ливии на две части при воплощении этой идеи можно было получить все сельскохозяйственный рай значит ситуация заключалась в том что необходимо было любой ценой вот эту идею распространение технологий в сельском хозяйстве при использовании благоприятных условий нужно было замочить в сортире поэтому и было принято до дисциплинационное решение по ливии по египту и по непосредственно сирии потому что вы именно в этих ну и по ираку в том числе там тоже две реки тигры и ирак очень долго время был в цене эмбарго и торговля нефти поддерживался по программе он нефть в обмен на продовольствие не может быть такого чтобы не понимал важность хозяйств технологий которые можно сделать при наличии хорошего климата и этих двух лет то есть что мы видим мы видим очень интересный момент мы видим проявление кризиса системного кризиса капиталистического воспроизводства когда в данном случае право влашается якобы конкуренция а на самом деле происходит что происходит уничтожение конкурентов как только их действия начинает грозить опасностью вот этот момент он и наблюдаться ну вот собственно говоря вот такие выводы я вывел из этого разговора и понимаем что в данном случае разрушение если перейти к сирийскому вопросу то разрушение в первую очередь подвергся всехозяйственный комплекс а тоже много в любом кризисе существует много причин давай зрители что начнут засыпать фейсбуке ну там опять царь плохой я говорю технологии сдерживаются во всем мире что ты гонишь что на спорт есть она это нету это идет 3 гибридные в третьей мировой войны гибридные об этом папа римский сказал чуть несешь чушь нету никакой войны часть исламского мира там борис но вот мы сейчас втянулись но это все фигня вот суть этой переписки поэтому можно даже прервать вот этот завершить ну логически да ты же завершил про золотую динар про ливию а дальше о третьей мировой войне есть она или нет ответ юлию немцову целевой ролик он внимательно смотрит и читает хорошо я экономить тебе время чтобы не привести на переписку говорит давайте закроем эфир и сделать вопрос мало времени нам через час уходить уже на съемки есть абсолютно конкретный меняемый внятный человек мы его лично знаем он нас лично знает переписывать с нами рассчитывать на нашу адекватное поведение и мы ему отвечаем новый формат в переписке потому что соцсети они несколько кастрируют нанесение информации на что не все бывает ты можешь расписать в посте который там через день вообще попадет а вот сделать видеосюжет поэтому логично завершить да еще раз хочу сказать что что вы видели на примере гибели каддафи и непосредственно гибели саддама хусейна вот и разрушение государства как таковой мы увидели с вами вещь что уничтожается носители идеи в борьбе которая ведут непосредственно развитые страны против стран которые хотят стать с ними крови первую очередь уничтожаются носители идеи в нашем случае глобальной волне что нужно сделать чтобы в случае моей ликвидации мы на сегодняшний момент не представляем опасности поэтому думать об этом прежде время это уже сейчас при выстраивании алгоритмов взаимодействия внутри глобальной волны да но мы будем опираться на информационные ресурсы на наши слушатели которые непосредственно позволят распространению тех открытий которые пройдут на глобальной волне и разнесутся по просторам информационным с помощью интернета это нас к сожалению техническая авария вид монитор высшего строя вот и если у кого-то есть возможность поддержать нас данном случае то просим оказать содействие помощь так ну на этом я тему закрываю еще раз повторю для принятия решения любого принятия решения используется балансовый метод поэтому на одну сторону пойдет все плюс на другую минус если плюс перевешивает принимается это решение и поэтому при принятии решения в том что и показать это существовало много причин может быть и в том что и золотой динар и нефтяная политика может быть данном случае политика личная да по отношению к сарказии и так далее то все решили но одним из факторов как на как по которому принималось решение было непосредственно политика каддафи по организации крупного сельхозпроизводства в мире за счет открытых источников пресной воды поэтому я не идеологизирую не фиксирую этот момент но он вообще не звучит это подозрительно это разведпризнак разве признак не только тогда когда говорят о чем но еще и тогда когда не говорят но если вы спать уривание посмотрите да то все пытались закамуфлировать но в то же самое и замаскироваться поэтому замаскирование то фактора как раз говорит о том что это одна из причин того что разгромили в первую очередь уничтожили лидера почему потому что он является носителем идеи влиянием личности на историю он он является фанатиком я объясню почему потому что лидер он потому что он свою жизнь посвящает 24 часа определенному вектору ну например я вот живу глобальной волны я живу 24 часа я волну так вот и он получив мандат неба получив наследство управления ресурс ресурсы понимаем что он является проводником бога хотел посту направить это на благо выясняется что не так много последует да но еще раз надо отдать внимание на том что это прошло потому что его сдали те люди на которых он опирался в внешней политике в первую очередь россия потому что не отторжение и нежелание участвовать то есть по сути дела что произошло то мы имели там свои какие-то контракты собираясь сам строить железную дорогу торговали участвовать огонь и так далее вдруг бы все свернули все частные компании получили указания свернуть свою деятельность и уйти вывезли специалистов объявили что каддафи стал мир рукопожатный полностью отказались сотрудничество военной области да там было наше вооружение поддерживать его запчастями специалистами и так далее в результате этого и марша отдать мне на кого было перец на случай не смог противостоять общей агрессии это тоже очень важный успех вопрос почему чем связаны потом пришлось в сирийский вопрос плиниваться а этим начинался в ливии почему было принято такое решение тоже интересное но это отдельная тема если он интересований ровщик интересно было бы послушать лекцию 9 так как он все-таки человек который разведки посвятил много времени и он бы конечно раскрыл эту тему более полный ну что ж спасибо за внимание будем продолжать наши эфиры сегодня у нас по плану несколько эфиров съемки и начинаем нашу неделю активно вот сегодня буквально на канале и п разместил очень интересный кадр когда мяч для начала чемпионата вручает человек который на летающей платформе подносит мяч участник то есть он взбывает на стадионе на платформе и летит такой квадро план своеобразные он значит очень такой миниатюрники можете посмотреть очень интересный момент так что неделя начинается по боевому ты готовы раскрыть тему идет или нет да ну давай сейчас перерыв 5 минут и хорошо начну снято да